Для разъяснения причины неуплаты задолженности налогоплательщиков пригласили в администрацию округа. Дмитрий Ковылин представил комиссии чеки и доказательства того, что налог на транспорт был начислен неверно. По документам еще в 2017 году долг оплачен им в полном объеме. В следующем году или через год выскакивают эту задолженность в личном кабинете. Я с этими чеками опять обращался в налоговую для того, чтобы убрали из личного кабинета задолженности. Не произошло. Ноль. По этому вопросу ему окажутся действия и все спорные моменты будут урегулированы. А вот Игорь Николаевич свой долг по транспортному налогу и НДФЛ полностью признает. Объясняет его сложность ситуации с прежними договоренностями по бизнесу. Вы выплатили зарплату сотрудникам и 13% у них удержали. И эти деньги оставили у себя в обороте, а не оплатили их в бюджет. И эти деньги, зарплаты ежемесячно должны были перечисляться. Да, ну понимаете, как резко остановилась одна сумма на 5 миллионов, другая сумма остановилась на 17 миллионов. Сразу резко прям. Все, дорогу закончили, мне сказали. А деньги у меня остались в щебне, в песке, в народе. Как только появится возможность, все долги он обязуется выплатить. О своей работе с должниками окружной комиссии отчитались представители от каждого теруправления. По МИКО плюс у нас сейчас КУМИ направляет судебную претензию по ним, там арендная плата. И по Исмаилу Иосифовну там уже работают приставы. Налоговые органы напоминают, с уплатой налогов затягивать не стоит. И лучше делать это вовремя, чтобы избежать начисления пений и публичных разбирательств. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.